Отец собирается на работу, к нему подходит маленький Вова и говорит. Пап, ты куда? На работу. А зачем? Деньги зарабатывать. А зачем? Ну, как зачем? Тебя кормить. Пап, можешь никуда не ходить, я уже покушал. Первое сентября, первый класс, учительница говорит. Дети, вы пришли в школу, здесь нужно сидеть тихо, а если что-то хотите спросить, нужно поднять руку. Вовочка тянет руку, учительница. Ты что-то хочешь спросить? В ответ слышит. Нет, я просто так, проверяю, как система работает. Стоит мальчик и смотрит в окно, вдруг он меняется в лице, бежит к маме и кричит. Мама, там папа идет, что мы ему первым покажем, мой дневник или твое новое платье? Продавец в магазине маленькому мальчику. Ты действительно уверен, что тебя послали купить 4 килограмма конфет и 200 граммов картошки? Идут мама с сыном по парку, тут сын дергает маму за руку и говорит. Мам, дай мне 2 доллара, я их отдам тому бедному дедушке. Мама довольна. Ты моя умница, а где дедушка сидит? Сын продолжает. А вон там мороженое продает. Маленький мальчик подбежал к маме и говорит. Мама, я братика хочу. Мама посмотрела на него и отвечает. Хорошо, будет тебе братик. Мальчик сразу же бежит к телефону, набирает номер и говорит. Алло, пап, я договорился. Будет у тебя сегодня вечером секс. С тебе барабан и карандаши. В зоопарке стоят отец и сын. Тут сын посмотрел на отца и говорит. Папа что-то горила, очень зло на нас посмотрело. Отец улыбнулся и говорит. Спокойно, сынок, это еще только касса. Вовочка провинился в школе. Директор Пи его к себе вызвал, дал краски ведро и говорит. Вот, Вовочка, за это ты должен будешь покрасить все окна на третьем этаже. Вовочка ушел, возвращается через час и спрашивает. Иван Петрович, а рамы нужно красить. Учительница после контрольной ругает класс. На прошлом уроке мы писали диктатент. Я всем поставила двойки, потому что в предложении крокодил Гена лежит на гальке, слово галька все написали с большой буквы. Один Вовочка получил пять, потому что написал это слово с маленькой буквы. Вовочка, объясни, почему ты так сделал. Вовочка встает и говорит. Да я ее после крокодила вообще за человека не считаю.